В Росавиации намекнули Александру Авдееву, что федеральных денег на реконструкцию Владимирского аэропорта не дадут. Пока вопрос о помощи в финансировании 6-миллиардного проекта повис в воздухе. Напомним, речь о глобальной модернизации аэропорта Семязино. В первый раз какие-то намеки на реконструкцию аэродрома появились еще в 2023 году. Местных дачников даже попросили освободить занимаемые ими участки. К слову, тогдашний глава Росавиации Александр Нерадько положительно оценил идею реконструкции аэропорта Владимира. То, что земля находится в государственной собственности, также не помешало задумке. Уже в апреле этого года правительство России подписало соглашение о временной передаче территории в собственность Владимирской области на период ремонта искусственной взлетно-посадочной полосы. И вот в конце апреля этого года Александр Авдеев сделал громкий анонс. Во Владимире будет свой полноценный аэропорт, который сможет принимать Боинги и аэробасы. Тогда же областные парламентарии заложили 1 миллиард рублей на старт проекта. С июня реконструкция Семязина стала обсуждаться еще чаще. Александр Авдеев нашел для проекта партнера в лице московской компании «Новопорт Холдинг», которая может быть знакома жителям, например, по реконструкции крупного новосибирского Толмачева. С ней губернатор подписал инвестиционное соглашение на Петербургском экономическом форуме, в том числе с целью частичного финансирования проекта. И вот новая страница в истории так сильно желанного Владимирскими властями аэропорта. 1 июля Александр Авдеев выступил с идеей на заседание Совета по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ, которое прошло в Совете Федерации. Губернатор объяснил, цитата, «возможности регионального бюджета не безграничны» и попросил любым удобным способом помочь области финансово. К слову, ранее сообщалось, что примерная стоимость проекта – порядка 6,5 миллиардов рублей. Однако в Совфеде Александр Авдеев озвучил сумму поменьше. На этот раз новый глава Росавиации Дмитрий Ядров идею с реконструкцией не совсем оценил, а точнее ее рентабельность. Сперва он обратил внимание на цифры, подчеркнув, что, исходя из экспертизы цен, потратить надо будет не 5 миллиардов, а все-таки 6,5. Не 5 миллиардов, 6,5 у нас стоит, исходя из экспертизы в ценах. Но концессия тут однозначение не получится, потому что никогда отрицательные значения Минфи не согласуют. Мы четко понимаем, что даже при завершении всех мероприятий особо той необходимой интенсивности полетов мы не достигнем. Что касается фонда, ну фонда в соответствии с законом определены конкретные виды деятельности, которые могут выполняться, это все-таки капитальная ремонт и реконструкция. Так руководитель агентства воздушного транспорта страны подчеркнул, что при запуске аэропорта купиться он не сможет, а все, чем могут помочь федералы, это максимум подлатать, цитата, какие-то сооружения. Но в финансовом плане это будут лишь копейки по сравнению с общей стоимостью работ. Губернатор 33-го региона не захотел сдаваться после этого вердикта. Он резюмировал следующее. Прошу включить протокол, проработать. Я думаю, что найдутся какие-то механизмы у нас есть для этого времени. Сам Александр Авдеев в своих соцсетях эту новость никак не комментировал. В областном правительстве оперативно комментарий получить не удалось. Мы направили властям запрос с просьбой прокомментировать слова Ядрова и пояснить, какие шаги будут предпринимать региональные власти для реализации, возможно, слишком амбициозного проекта. Маргарита Бычкова, 6 канал. Во Владимире 65-летний самокатчик развился насмерть возле торгового центра Батуринский. Смертельная авария произошла воскресным днем 7 июля в районе 2 часов дня. Как сообщили в ГАИ, пожилой водитель самоката выехал на встречную полосу дороги. Водитель самоката 1958 года рождения, двигаясь по встречной полосе, допустил столкновение с автомобилем Киарио под управлением водителя 1973 года рождения. В результате ДТП водитель электросамоката от полученных травм скончался на месте происшествия. Как рассказывают очевидцы происшествия, экипировки на самокатчике не было. По факту ДТП проводится проверка. Владимирец хотел задавить мотоциклиста с ребенком, чтобы отомстить за словесную перепалку. О случившемся 1 июля в областном следкоме рассказали спустя неделю. На заправке на улице Толмачевская между байкером, передвигающимся вместе с 10-летним ребенком, и автомобилистом произошел дорожный конфликт, который зафиксировала камера видеонаблюдения. По кадрам видно, как разъяренный мужчина за рулем Шкоды Октавия, проехав круг, пытается задавить своего словесного противника. Как сообщают в следственном комитете, после наезда потерпевший получил серьезные травмы и был госпитализирован. Его ребенок никакого физического вреда здоровью не получил. Сам же агрессивный водитель скрылся с места преступления, но потом добровольно явился в правоохранительные органы. К слову, по фото следкому можно заметить, что разыскиваемое авто стоит на парковке у здания мэрии. Однако, как уточнили следователи, это совпадение. Шкоду перегнали поближе к следственному отделу. Водителю предъявили обвинение в покушении на убийство. По ходатайству следователя следственного управления обвиняемый заключен под стражу. Его автомобиль изъят. Следователями осмотрена видеозапись произошедшего. Проводится допрос у свидетелей. Назначается необходимая судебная экспертиза. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательств. Как сообщает источник 6 канала, конфликт между двумя мужчинами случился из-за того, что автомобилист при развороте перекрыл движение байкеру. Увидев, что водитель Шкоды остановился на светофоре, мотоциклист поставил свой транспорт на обочине и подошел к машине на разборке. Однако автомобилист слова дорожного учителя не оценил. Он вернулся на заправку и попытался отомстить. Собеседник редакции уточнил, теперь пострадавший лежит в больнице с переломом ноги со смещением. Скорее всего, это оценят как серьезный вред здоровью. Родился в рубашке. Мужчина остался жив после того, как вылетел из перевернутой машины. ДТП с участием спорткара произошло в Муроме. В пятницу на часах 11 вечера. Камера видеонаблюдения фиксирует последствия столкновения. В кадр буквально влетают два автомобиля. На заднем плане «Шевроле Корветт» проносится по тротуару сквозь кусты и оказывается в местном сквере. Все происходит на Московской улице в районе дома 32. Второй участник аварии «Шевроле Лачети» после столкновения елой прокатывается по дороге несколько метров. В этот момент из салона на скорости вылетает человек, благо асфальт сырой. Он проезжает с десяток метров, опережая автомобиль. После встает и отходит в сторону. Мужчина отделался испугом и царапинами. Куда меньше повезло водителю «Лачети» и 23-летнему пассажиру «Корветта». Их с травмами госпитализировали. Как же встретились на пустой дороге иномарки? По данным ГАИ, водитель «Лачети» 39 лет не убедился в безопасности маневра. Водитель автомобиля «Шевроле Лачети» 1985 года рождения расшлял маневр разворота. С ним совершил столкновение, движущийся сзади в попутном прямом направлении автомобиль «Шевроле Корветт», которым управлял водитель 2001 года рождения. Известно также еще о двух пострадавших. Оба пассажира «Лачети». Они отделались легкими травмами и будут лечиться амбулаторно. О скорости «Корветта» дорожные полицейские не сообщают. Назначена проверка. Выясняются все обстоятельства автоаварии. Владимирский госуниверситет в течение двух лет намерен отремонтировать крышу и провести работы по консервации фасада учебного корпуса у «Золотых ворот». Об этом в телефонном разговоре «Шестому каналу» рассказал начальник управления по эксплуатации и ремонту в ЛГУ. Например, информацию о планах по ремонту крыши можно найти на сайте госзакупок. Стоимость этих работ оценивается более чем в 6 миллионов рублей. У предполагаемых подрядчиков есть время до 12 июля, чтобы подать свои заявки. Инспекция нам дала добро на то, чтобы разработать проектно-смертную документацию. Мы, соответственно, ее разработали в прошлом году. И вот в этом году изыскали средства и с организациями общались, с Владимирскими тут и даже с одной московской организацией. Попросили их рассмотреть документацию, всесторонне отнестись к этому. К слову, само здание 8-го учебного корпуса в ЛГУ является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено еще в начале 20-го века на месте деревянного театра и изначально здесь размещалось реальное училище. Одна из главных проблем строения сегодня – состояние крыши. Среди прочего, проектом предусмотрено следующее. Проектные работы по капитальному ремонту крыши. Полная замена кровельного покрытия, полная замена стропильных конструкций кровли в центральной части крыши. Замена водосточной системы кровли и вычинка разрушенной кладки. Ремонт должен быть закончен в декабре этого года. Причем, как рассказали в ЛГУ, примерно два года назад планировалось провести фасадные работы. Но никто из подрядчиков так и не заявился. Почему никто не заявился на фасад? Потому что основная эта проблема в крыше. То есть идет из-за того, что крыша имеет многочисленные протечки, то есть дырки и так далее, замакают внешние стены здания. Поэтому разрушается фасад. Чтобы исключить эту проблему в будущем, необходимо заменить крышу. В случае, если все пойдет по плану, то в следующем году в ЛГУ планируют провести консервацию главного фасада здания бывшего реального училища. И тогда, действительно, уже в следующем году мы обязательно приступим, естественно, к главному фасаду. Это как минимум главного фасада. Почему я так говорю? Потому что он наиболее разрушающийся. Потому что наибольшее количество протечек и дефектов кровли как раз почему-то тяготит сюда, к главному фасаду. Наша задача будет в следующем году хотя бы тогда остановить вот это негативное разрушение вот этого главного фасада и, соответственно, его законсервировать. А дальше уже встанет вопрос реставрации. Но пока о масштабной реставрации речи не ведется. Хотя слухи о возможном ремонте ходили еще году так в 17-м. Примерно тогда корпус оцепили зеленым забором, а студентов филфака, по нашим данным, даже переводили на занятия в другое здание. В то, где сейчас филиал ПИМУ. Однако, как нам дали понять в Владимирском госуниверситете, ни о какой масштабной реконструкции тогда речи не велось. А забор поставили в целях безопасности, чтобы ничего не упало на голову студентов и преподавателей. Так когда же госуниверситет проведет долгожданную реставрацию старинного здания? Пока ответ на этот вопрос остается открытым. Алексей Домнин, Шестой канал. Эй, вы там наверху, от вас опять спасения нет. Жильцы общежития на улице Диктора Левитана жалуются на соседей сверху. Маргиналы не только шумят, как в песне. Они проливают мочой и фекальными водами, рассказывает Марина Акатова. Санузел у неаккуратных соседей находится прямо над кухней других жильцов. В это сложно поверить, но косметический ремонт тут делали в январе. От регулярных проливов вздулась штукатурка. В январе нам делала управляющая компания ремонт, потому что здесь они нас протопили до такой степени, что уже начала рушиться плита и были уже видны металлоконструкции. Туалеты, которые они в пьяном состоянии разрушают. И все это течет из туалетов к нам. В этом общежитии Марина Акатова несколько лет назад купила комнату для дочери. Пожалела уже не раз. Борьба с неблагонадежной семьей сверху тянется несколько лет. Мы попытались пообщаться с нарушителями порядка. К себе в комнату они нас не пустили. Оказалось, есть что скрывать. Марина Акатова сделала эти фотографии, когда заходила к соседям в гости. На этих кадрах унитаз и пол в человеческих испражнениях. Комнаты похожи на свалки мусора. Одежда разбросана по всему блоку. Что, не так? Нет, просто соседи жалуются. Да, ну и жалуются, понимаете? Да, пошли все. Как говорят сами жильцы, в доме немало маргиналов. Вот две соседних двери. За этой регулярно выламывают унитазы в блоке и протапливают соседей. А тут и вовсе произошло убийство. В ноябре прошлого года один из соседей, Дмитрий Павлов, как установил суд первой инстанции, до смерти забил жену. За рюмкой водки она ему сообщила, что возвращается к бывшему сожителю. Тогда муж в ярости открутил ножку от табурета и набросился на несчастную. Женщина получила 60 ударов. Бездыханное тело Дмитрий Павлов завернул в ковер и выбросил из окна. Позже полицейские нашли труп в овраге. Не так давно Фемидов вынесла приговор. 9,5 лет колонии строгого режима. Сейчас комната пустует, обстановка не поменялась. Как и полгода назад, здесь разбросаны вещи и раскрыто окно. Закрыть створку некому. Соседи снизу также жалуются на сквозняк зимой. Хватает проблем в подъезде и во дворе дома. Маргинальные личности складывают мусор прямо под окнами. В бардаке жильцы винят не себя, а коммунальщиков. Посмотрите, пожалуйста, какая мусорная свалка у нас. Накопилась с того момента, как мы перешли под управление управляющей компанией ЖРЭП. Сами жильцы бросают? Я думаю, что может это с балконов летит, а может и бомжи притаскивают. Разбросан мусор и в подъезде. Повсюду бутылки из-под пива. В коридорах нет света. Щиток выломан, провода оторваны. За лифтом неблагонадежные элементы общества и вовсе решили сделать туалет. Местные затыкают нос, когда выходят из расписной кабины. К слову, у самой парадной тоже проблема. Ступени полностью разбиты. Местами торчит арматура. Инвалидам и пожилым тяжело спускаться. Перил нет. Ступеньки вообще не сделаны, ничего. Всё так прилично. Вот видите, обходят люди. Вы без помощи других людей не можете спуститься? Я могу сам, но я побаиваюсь иногда. Общежитие обслуживает УК ЖРЭП. По словам самих жильцов, коммунальщики приварили к ступеням только металлические пластины. Вареная металлическая пластина вам спасает жизнь для того, чтобы вы там не спотыкались и штыри, которые торчали. Далее вам предложили выйти на общее собрание, потому что у вас на доме есть старшие, и у вас немножечко другие работы запланированы по этой лестнице. Решить на общем собрании, какие работы мы делаем в первую очередь и за какие средства мы это делаем. А вот решить все коммунальные проблемы сразу не получится. На балансе дома нет денег, пояснили в управкомпании. Коммунальщики предложили поднять тариф, чтобы появились хоть какие-то деньги на разноплановый ремонт. Это жильцам предстоит обсудить на общем собрании собственников. Куда сложнее справиться с теми, кто живет наверху и от кого спасения нет. Полицию вызывали не раз, рассказывают жители. Однако проблема не разрешилась. Какие меры принимали стражи порядка? Этот вопрос мы адресовали при службе МВД. Об ответе обязательно расскажем. Евгений Павлов, Егор Никитюк, 6 канал. Как уберечь цветы на клумбе от похитителей? С наступлением лета растения воруют на городских клумбах, садовых участках и придомовых территориях. С этой проблемой столкнулись жильцы дома 4А на улице Комиссарова. Людей буквально замучила неизвестная расхитительница клумб. Так ее прозвали жители в соцсетях. Под окнами дома растут пышные гортензии, петуньи, которые облюбовала одна из женщин и стала забирать их себе. Момент кражи записала камера видеонаблюдения. Эти кадры цветоводы выложили в интернет. Судя по всему, на дело рьяная любительница чужих цветов идет подготовленная. Сначала она 22 мая украла два куста петуний. Теперь она выдрала огромный куст гортензии. Человек каждый раз вооружается маской, рюкзаком, идет в капюшоне. Делает это исключительно вечером. Не пугают ни камеры, ни таблички, что ведется в видеонаблюдении. Ничего. После таких поступков не хочется заниматься никакими посадками. Очень хотелось бы пообщаться. Возможно, помочь человеку финансово. Или привезти цветов, раз она идет на такие поступки. Автор публикации общаться на камеру отказалась. В личной беседе она сообщила, что сажала цветы сама. Юристы рекомендуют в подобных случаях обращаться в полицию. Растения у дома, в том числе цветы, это общее имущество многоквартирного дома. Любое имущество в Российской Федерации охраняется государством. Велосипед, самокат, коляска детская, которые стоят у дома, их так же, как растения, трогать нельзя. Кража растений, других деревьев, кустарников, если стоимость украденного не превышает тысяч рублей, это состав административного наказания по статье «Мелкое хищение». За «Мелкое хищение» нарушителю грозит штраф до 500-кратной суммы украденного имущества. Или арест до 15 суток. Если сумма причиненного ущерба превышает 2500 рублей, возбуждается уголовное дело. В этом случае предусмотрено наказание и до 10 лет лишения свободы. Так что расхитительнице клумб, пожалуй, стоит призадуматься, так ли дорогие ей чужие цветы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова